хорошо кто знает что это за слово шаббат шалом видите сиен бейт и то велите и потом сиен лом и сап это все вместе сопоставляется из и говорится с шаббат шалом что же место торы сегодняшние конечно же амор амор означает объяви или скажи приблизительно такое слово если мы просмотрим леви 21 глава с 1 стиха до 2 хотел бы начать сказав следующее первое что же слово еврите переводится как левит ваикра и что характерно насчет слова ваикра оно обозначает чтобы взывать или говорить но обычно и евреи не говорят левит они говорят ваикра и между между место и обытия они говорят брэйшит а что же брэйшит означает в начале и так вместо того чтобы сказать исход что они говорят шамот что означает это являются имена а книга чисел переводится как бар мидва или в пустыне и что мы как называем второзакония говорим что означает это являются слова и вместе в английском мы мы говорим обытие исходит ли вид числа второзакония это ничего не означает кроме того что мы знаем что так не имена книг но евреи когда говорят брэйшит шамот ваикра бармита байдаварим они говорят в начале это являются имена которые господь вызвал из в пустыне и это являются его слова вот теперь это совсем другой метод как смотреть на тору и так здесь мы находимся левит 21 1 2 и сказал господь моисею объяви священникам сынами ароновым и скажи им да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего только к ближнему родственнику своему к матери своей к отцу своему к сыну своему и дочери своей к брату своему итак мы видим что священники они бы они их держали к высшему стандарту они должны были быть больше отделены чем все остальные и поэтому когда мы думаем об этом если один из вас имел отца или матерь которая умерла или дочь или сына которые умерли первое что вы делаете это зовете священника или пастыря но священник должен был сказать извините я не могу прийти начале вы похороните его а я потом выйду и скажу молитва а что же это за сумасшествие пастырь и проповедник должен быть быть первый там но они не могут быть там если там мертвое тело которое лежит там итак вопрос к вам все левиты были ли они священниками когда мы слышим о левитом все левиты священники давайте посмотрим итак леви имел три сына гершон кахат и мерари и знаете ли вы что у гершона который и был леви левит но не никто из его потомск а потомков были священниками то же самое с мерари но у кахата было четыре сына у у него исхар амрам хеврон и узиел это были дети хохата и только и никто из них не имели священника в их нем роду теперь моисей и мариям также не могли были и их не потомство не могло быть священником только а арона сыновья могли быть священниками но конечно надо и вид они умерли в на первое не сана потому что принесли не тот огонь только поэтому девяносто пять процентов левитов не были священники они конечно служили в при скине и во время соломона они могли быть частью хора левитского но не могли служить как священники давайте прочитаем второзакония 21 1 5 есть в земле который господь бог твой дает тебе во владение найден будет убитый но не просто убитый он его убили не не из-за какой-то причине лежащий на поле неизвестно кто убил его то пусть выйдут старейшины твои и измерят расстояние до городов которые вокруг убитого и старейшины города того который будет ближайший к убитому пусть возьмут телицу на которой не работали который не носила ярма и пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину которая не разработана и не засеяна и заколют там телицу в долине и придут священники сыны левины ничего себе мертвый человек и священники должны туда приходить но что характерно и в оно звучит очень схоже с жертвоприношением красного теленка помните должен насколько это денег нужно прийти или найти поле или не извините не поле а долину на которой никто не обрабатывал и теперь священники должны принести это уже это приношение то тоже деньги и они это делают чтобы суд не пришел на их город все поняли теперь пожалуйста подготовьтесь я хочу чтобы вы что-то увидели вот иерусалим 25 тысяч фит но над уровнем моря и орехон 1300 фит или приблизительно 300 с чем-то метров ниже уровня моря где-то 20 миль от иерусалима 67 часов ходьбы кто из вас хотел бы идти на гору 67 часов это конечно не очень за забавно и так разница между этими двумя 3840 фитов давайте прочитаем луки это конечно какая высота этого иерусалима и написано луки 1030 на это сказал иисус некоторый человек то есть конкретный человек шел из иерусалима куда верих он и что же произошло попался разбойником которые сняли с него одежду изранили его и ушли оставив его едва живым по случаю один священник опять конкретный священник один священник шел той дорогой и увидев его прошел мимо так же левит был на том месте подошел посмотрел и прошел мимо захотите ли узнать почему это произошло вы только что прошли 20 миль чтобы зайти к этому месту иерихону и если вы ему поможете и он умрет на вас и то ли когда вы помогаете вы скверняетесь и вы теперь идите должны идти назад и иерусалим чтобы очиститься принести в жертву теленка красного и поэтому эти люди они исполняют священник левит священные писания они говорят что ну наверное если вдруг это произойдет я же осквернюсь а что же был это за город иерихон иерихон был город священников и левитов которые работали в храме и исторические где-то двенадцать тысяч священников и левитов жили иерихоне в то время они очень часто ходили вверх и вниз к иерусалиму и поэтому обычно а этот человек который был аж здесь он был священником который также жил в иерихоне и и этот левит и священник они не знают это потому что его забрали одежду и так он полумертвы или он полуживой и они игнорируют его переходя дорогою чтобы не осквернуться потому что боятся что он умрет и не осквернятся и уж вот в чем характерность эта история доброго самарянина который позаботился об этом человеке а люди эти священники которые не заботились о нем не знали что они не заботятся о своем брате потому что они не знали что это был священник потому что одежда его была оборвана левит 21 16 дальше читаем и сказал господь мосею говоря скажи арону никто из семени твоего во все роды их у которого на теле будет недостаток не должен приступать чтобы приносить хлеб богу своему никто у кого на теле есть недостаток не должен приступать ни слепой них роман не уродливый конечно если у них недостаток если они исцели нет недостатка они должны не могут служить но они могут вкушать от хлеба задумайтесь о следующем в ефесянам бог ищет невесту без пятна и порока кто из вас знает это место и вы знаем мы знаем что он именно такую невесту ищет что же такое порок что же такое пятно вот почему нам нужно знать тору мы говорим что нам нельзя иметь пятен или пороков но мы не знаем что это означает если вы не знаете что означает это это пороки или пятно и конечно же мы находим это в тонаке мы не можем находить ответы бритка даша если вы не возвращаетесь к торе или тонак тора говорит нам от двенадцати пороков которые если священник имеет они не могут служить если мы должны быть священниками мы должны знать что такое порок потому что бог не принимает порок не только священники не могли иметь порок даже то что приносило жертву не могло иметь порокой поэтому мы должны удостовериться что если мы хотим быть невестой мы не можем иметь пороки если мы не хотим иметь пороки мы должны знать что это такое, пороки. Итак, 12 пороков, Левит, 21, 16, 22. И то же самое относится к... Итак, если они были слепыми, хромыми, у них есть плоский нос, ничего, если у них что-то было лишнего, или если у них была сломанная нога, сломанная рука, если они были низкого роста, если у них была какая-то проблема с глазом, если у них была струпья, сломанные камни, или еще что-либо, если у них был какой-то дефект. Итак, читаем дальше. «Соблюдайте заповеди мои», 22 глава Левит, «исполняйте их, я Господь, не бесчистите свято имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилю, я Господь освящающих вас». И он хочет, чтобы мы поддерживали эту святость. «И я вызвал вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, я Господь». Итак, они служили египетским Богом, они были их не рабы, но теперь они рабы Божьи. Теперь они должны служить Богу. Теперь, читаем дальше, Левит, 22, 20. «Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение». Итак, не священник мог иметь порока, а священники были ответственны, что когда люди приносили жертвы, жертвы не имели никакого порока. Это работа священника. Малахи 1, 8, 9. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Итак, я нахожу это очень уникальным. А именно, когда были организации, которые собирали какую-то еду для уманитарной помощи, вы даете то, что вам не нравится. Я знаю, как ребенок, я говорил, давайте им брокколи или давай им спинниш. То, что ребенку не нравится, я не хочу это кушать, отдавай это в помощь уманитарную. И скажем, если у вас рождается какое-то животное, которое имеет дефект, люди говорили, отдадим это Господу, потому что нам это не нужно. Но это как отдавать шпинат, который тебе не нравится. И поэтому мы читаем Римлянам 12.1. Итак, умоляю вас, братья, милосердие Божие, представьте тела ваших жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего. Итак, жертвоприношение Ола, это было полное жертвоприношение. Кто из вас когда-либо купил говядину, или как бы прямо конкретную какую-то часть говядины, большую, и у вас заполняет это всю морозилку. Представьте, а люди приносили полностью все, сколько же это говядины. Конечно же, богатые могли это делать, а бедные приносили голубя. И поэтому не имело значения. Говядина или голубь, они приносили полностью все. И это мы должны делать. Но когда мы читаем Ефесянам 5.25.27, «Мужья любитель своих жен, как и Христос, возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Хорошо. Мы возьмем пятна в Торе и дадим им моральную, духовную аппликацию. Первое. Это слепота. И мы посмотрим на место в книге Откровения, которая является слепой. Это была церковь. Есть церкви христианские, которые слепые. Посмотрите. Откровение, или, извиняюсь, Леви 21.19.21. Упоминаются все пороки, о которых я говорил. Что же это означает, что человек слепой, он не видит проблемы с собою? Вы не видите, если у вас есть порванная одежда, или, может быть, запятнана одежда какой-то едой. И поэтому мы читаем Откровение 3.17.18. Итак, мне кажется, это очень уникальное место. Эта община думает, что они видят, но они слепые. Итак, это место в Откровении. Господь говорит, что я стою вне вашей общины, и я стучу, чтобы попасть внутрь. А все в общине говорят, пожалуйста, оставь нас, мы здесь делаем церковь. А Мессия стучит, говорит, привет. А они даже не понимают, что он не среди них. Это слепое место. Итак, что же производит духовную слепоту? Мы знаем физическую слепоту, но а что же корень духовной слепоты? Давайте прочитаем 1 Иоанна 2.9. Кто говорит, что он во свете, или он видит, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Итак, одно из тех моментов, которые приводят к духовной слепоте, это ненависть друг к другу. А также мы говорим, не только наши глаза могут быть ослеплены, но наш разум может быть слепым, наши сердца могут быть слепыми, и мы должны это понимать. Следующее, это тот, который является хромой. Задумайтесь об этом. Бог своей милости не позволяет, чтобы священники это делали. Вы можете представить, у кого-то поломленная рука или нога, они должны нести жертвы, это животное, на алтаре. Или если слепой священник, он ходит среди огня и пробует узнать, куда кинуть жертву. Поэтому это же ему во благо. И поэтому есть, как у священников, не для всех, но у священников есть некоторые рестрикции, которые постановлены до того времени, когда они, конечно же, исцелятся. Я говорю о духовном аппликации, конечно же, не говорю против того, кто хромой. Кто из вас говорил кому-то, о, это какая-то хромая фраза или хромое извинение, то есть слабое. Итак, хромой — это тот, который как бы не точно делает. Он наказывает эту группу, но не эту группу. Это как наши политики. У них неправильные весы, двойные стандарты. Давайте прочитаем. Второе царство, 4-4. У Иоанна Фана, сына Саулова, был сын хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле Иоанна Фане из Израиля. И нянька, взяв его, побежала, и когда она бежала поспешно, то он упал, сделался хромым, и имя его Мем Фи Фа Сфей. Понимаете ли вы, что вы можете являться корнем кого-то хромотой? Вы делаете их хромыми. Вы могли сделать кого-то слепым. Поэтому нам нужно также понимать, что наши жизни могут влиять на жизнь других людей. Многие люди только думают о себе. Они думают, что вся жизнь о себе. Их называют нарциссисты. И если весь мир только о тебе, то у тебя очень малый мир. Больше, конечно, жизнь, чем просто о том, как о нас. Это все о Хошеме и то, как мы можем служить друг другу, любя его. Я в 29, мы читаем, потому что я спасал страдальца вопиющего и середу беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердце вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увязла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Итак, мы можем сделать, чтобы человек имел эти пороки, или помогать людям, которые имеют эти пороки. И вот почему, когда люди духовно слепые, особенно в церквях вокруг Соединенных Штатов, важно открывать их глаза, потому что мы заботимся о них. Или если у них нечестные весы, нам нужно показать, что же это за честные весы. Притча 26.7. «Неровно поднимаются ноги у хромого». Итак, мы видим, что хромота говорится о неуравновесии в весах. Иезекииль 18.23. «Разве я хочу смерти беззаконника?» Добрит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Итак, мы как Ноя, мы не судим другого человека, но помогаем ему возвратиться в добрые отношения с ним. И потом мы читаем. «И праведник, если отступит от правды своей, будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делал беззаконник, будет ли он жив. Все добрые дела его, какие он делал, не припомнится за беззаконие свое, какое он делает, и за грех свой, в каких грешен он умрет». Но, вы говорите, «Неправ путь Господа». Послушайте, Дом Израилев, мог ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Итак, от физического местонахождения, я не знаю, если вы вообще об этом задумались, люди часто берут как бы на весы, сколько добрых дел они сделали, и потом они думают, что это применится к ним, или как бы это будет им в пользу, а потом они отходят от Бога. И если они отходят от Бога, ничего не имеет значения. И вот эти люди, израильтяне, говорят, это нечестно. А Бог говорит, человек, который нечестив 99% своей жизни и делает один или две добрых дел, никакого его нечестия не припомнится. Ничего себе! Мы можем сказать, это же нечестно. А Бог говорит, это честно. И кто вообще имеет власть? Итак, следующее. Плоский нос. А что же это означает? Плоский нос. Знаете ли вы, что это означает? Плоский нос. Я вам расскажу. Давайте прочитаем следующее местописание. Песня песней 7.4. О невесте поется. Кто из вас хотел бы, чтобы ваш друг пришел к вам, женщине, и сказал, «Ваш нос, как башня ливанская». Вот что здесь написано. «Шея твоя, как стол из славной кости. Глаза твои озерки осеновские, что у ворот ба-трамима, но свой башня ливанская обращена к Дамаску». И здесь идет ладонь к щеке. Но что же здесь происходит? Кто из вас знает, «Я чую крысу». Итак, это слово «чую», это говорит о носе. Но если у вас нос, как башня ливанская, которая смотрит в кому? К врагу, к Дамаску, и он знает, когда идет врага. И если человек не знает, если у него нет духовного определения, или он не может иметь духовного разоблачения или проницательности, они не знают, откуда и когда будет атака духовная. И поэтому этот нос, длинный или хороший, он может иметь эту проницательность и распознавание. И продолжал Иов, мы читаем 27 глава, Иова возвышенную речь твою, и сказал, «Жив Бог, лишивший меня суда, и содержителю, окорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мне и Дух Божий в ноздрях моих». Итак, Дух Божий, он разделяет мысли, он знает мысли. А Иов говорит, «Я могу чуять, когда что-то огниет. Я могу чуять, крыс. Я имею распознавание от Бога». Евреям 5.12. «Ибо, судя по времени, вам належало быть учителями, но вас снова нужно учить первым и начальным Слово Божье. И для вас нужно молоко, а не твердая пища, всякий, питаемый молоком, не сведущий в Слове Правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным у которых навыкам, приученной к развлечению добра и зла». Итак, проблема сегодня. Люди называют добро зло, и зло называют добром. Они не могут распознавать между добром и злом. Нам нужны люди, которые могут распознавать и называть крысой, крысу, крысу-крысой. Итак, Павел говорит, вы еще в молоке, или автор евреям, и вам нужно кушать мясо. И много сильно церквей в Соединенных Штатах еще питаются молоком и печеньем. Они не кушают мясо и картошку, и поэтому церкви исполнены младенцами. И вот почему вам нужно питаться мясом, но вы не даете, конечно же, мясо, бифштейк, ребенку, у которого нет зубов. И если вы спасены 40 лет, вы еще пьете молоко. Хорошо, читаем дальше. Евреям 4, 12, 13. «Ибо Слово Божье живое, действенно и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. И нет тварей сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Итак, мы не можем прятаться от Бога, и Слово Божье является распознавателем. Мы должны исполнять себя Словом Божьим, Духом Божьим, чтобы мы могли иметь дух распознавания неправильных учений, правильных учений. Следующее. Если у вас было что-то лишнее, скажем, может быть, у священника было шесть на своей руке пальцев или на ноге пальцев. И Второе Царство 21-20, было еще сражение в Гефе, и был там один человек, рослый, имевший по шести пальцев на руках и на ногах. Всего двадцать четыре также из потомков Рефаимов. Он был родственник Голиафа. Это был брат. Что же мы знаем? Что это что-то, что добавлено, или что-то, что убавлено. Но в этом контексте, давайте просмотрим Второзаконие 4.2. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам. Не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, который я вам заповедую. И это написано и в Торе, и в книге Откровения. Бог говорит, не добавляйте, не убавляйте от моего слова. А кто из вас знает, что это происходит? Часто. Я не знаю, если вы знаете это. Но когда Бог сказал или сказал, не ешьте от дерева добра и зла, Ева еще не была сотворена. Она только узнала это от Адама. А что же он сделал? Он добавил. Он сказал, даже не прикасайся. И вот в чем проблема. Он добавлял к тому, что Бог говорил. Следующее. Если человек имеет поломленную ногу или руку, конечно, это можно лечить, и потом они могут исполнять работу священника. Но что же это означает, если у них перелом на руке или на ноге? Я думаю, что символически это говорит о хождении с Богом и то, насколько вы можете стоять твердо, когда вам нужно стоять. Конечно, мы говорим сейчас о ноге. Как вы знаете, Дэнни Бен Гиги, это не в ваших записях, а, наверное, один из лучших учителей евреев, еврейского языка, евреев. Мы хорошие друзья, и мы работаем на поправленной Библии. Кто из вас знает местописание? Подчинитесь Богу и противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Знаете, что это неправильный перевод? Я вам скажу, что это означает. Когда вы думаете о противостоянии дьяволу, и он убежит от вас, мы думаем, как будто в американском футболе есть и атака, и, ну, то есть команда, которая нападает, и команда, которая обороняется. И когда мы думаем... И, конечно, эту игру ты не можешь выиграть только обороной. И это слово говорит Панаим, это говорится так, что подчинитесь Богу, и теперь станьте перед дьяволом лицо к лицу, и он убежит от вас. Но мы боимся стоять перед дьяволом. Нет, если вы подчинены Богу, то идите, атакуйте, и он убежит от вас. И поэтому это одна из концепций, которую нужно исправить. Итак, давайте прочитаем Исайя 65, 1, 2. Посмотрим. «Я открылся, не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, вот я, говорил я народу, не именовавшемуся имени моим. Всякий день простирал я руку мою к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Если мы не ходим по законам Божьим, мы ходим по нашим мыслям, у нас есть поломленная нога. Подумайте, Валаам, он и шел путем, который не был Божий путь. Это свой путь. И что же происходит? И эта ослица, она прижала ногу к стене и поломала ему ногу. Бог этим говорил, что ты идешь не по тому пути. Иеремия 10, 23. «Знаю, Господи, что не по воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Задумайтесь. Многие из нас думают, что мы знаем, что правильно, куда идти. Но здесь написано «не в воле человека путь его, не во власти идущего давать направление стопам своим». Итак, я думаю, что каждый из нас рожден с изломленным компасом. Мы не знаем, куда мы идем. И у нас есть поломленные часы, и мы не знаем, что же за время в библейском календаре. Я верю, наша работа здесь, в Эл-Шедай, — это исправить их компасы и часы. Теперь. А что же насчет перелома в руке? Это говорит о ваших действиях или то, насколько вы справляетесь с вещами. Иеремия 2, 8. Священники не говорили, где Господь. Они не знали, что Он ушел. Можете ли вы представить священники, которые должны иметь конкретное служение с Богом? Это церковь лаодийская в Откровении. Вот они делают служение. И, конечно, все используют это местописание. Все стоят у двери и стучут, говоря о грешниках. Но это не грешникам написано, а церкви написано. И церковь, община говорит, оставь нас. Мы здесь занимаемся богослужением. Итак, священники, которые не говорили, где Господь, учители закона, не знали меня, пастыри отпали от меня, пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Люди, которые имеют духовно из перелома в руке и ноге. 2 Коринфянам 4, 2. Итак, если у вас полом, перелом в руке, вы не можете правильно держать Слово Божие и вы искажаете его. Матфея 7, 21. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи. Задумайтесь об этом. Это не просто то, что человек говорит устами, а это сердце, которое послушно. Итак, Тот, Который исполняет волю Отца Моего Небесного. Многие, даже не сказано, что некоторые, многие скажут в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не от Твоего ли имени бесов изгоняли? И не Твоим ли имени многие чудеса творили? А что же Он скажет? Я даже не знаю, кто вы. Итак, очень много можно говорить об этом месте Писания. Первое. Помните ли вы семь сынов Скевы, когда демон сказал, «Я знаю», или они говорили демону, «Я изгоняю вас именем Иисуса, которого Павел проповедует». И бес говорит, «Знаю Павла, знаю Иисуса, а вас не знаю». И он их избил. Итак, они пророчествуют именем Иешуа, но они не знают его. Они используют его, манипулировая, как будто это магия. Просто вам сказать, нужно имя Иисуса, и все работает. Бог так не действует. Но кто из вас знает, что евреи и мусульмане не делают ничего во имя Иешуа? Евреи не изгоняют бесов во имя Иешуа. Мусульманы не изгоняют бесов во имя Иешуа, только верующие это делают, и поэтому он говорит к верующим. И, наверное, более того, он говорит к пятидесятникам. Теперь я не говорю, что неправильно пятидесятникам делать то, что они делают. Но я думаю, что многие делают это для своей славы, а не для его. Это очень сильное местописание. Многие будут изгонять бесов во имя Иешуа, и они не имеют даже представления, что они делают неправильно. Очень сильное местописание. Титул 1.16. Они говорят, что знают Бога, делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Бог сказал изгонять бесов, и вот они изгоняют бесов его именем, а Бог говорит, я даже вас не знаю. Почему? Они делают это, чтобы заслужить славу себе, а не отдать славу Богу. Должен заканчивать, но хотел бы еще перейти несколько других. А что же насчет человека, у которого спина изломлена или покалечена? А что насчет карлика? Я думаю, что карлик – это тот, который не достигает стандартов, то есть он не возрос. Он как ребенок, который не возрос. Это тот, который не кушает мясо слова. А что насчет человека, который имеет порог в глазе? И мы знаем, что в Новом Завете написано, что есть у людей некоторых бревно в глазе. Это происходит с церковью сегодня. У церкви особенно неправильное видение, то, что правильно и то, что неправильно. даже насчет того, что в Израиле, они оправдывают Хамаса. Это очень искаженное зрение. Я думаю, большинство тела Мессии не могут разоблачать то, что добро и то, что зло. А что же насчет цинге? Это неправильная диета. Это если вы только приходите в какое-то место, и вам только дают печенье и молоко, вы будете болеть духовной цингой. И поэтому вам нужно приходить в место, которое учит вас мясом слова, не только печеньем и молоком. Еще одно. Итак, я хочу суммировать это. И потом 15 минут у нас будет перерыва, и потом 15 минут прославления, и потом наш гость будет проповедовать. Очень рад. Что же книга Рухи? О чем же она? Знаете ли вы, что вообще это пророчество насчет сегодняшнего дня? Кто помнит, что означает имя Руф, это друг или подруга, а другая женщина, ее звали Орпа. Орпа, это говорит о том, что она тот, который поворачивает спину. Итак, Руф и Орпа, они были привиты к Израилю, и Руф и Орпа говорит о церкви, которая привита к Израилю. Ну, что же происходит? Руф, она становится другом, как на Амине, она возвращается в Израиль и потом производит мессии через царя Давида. Орпа, она поцелует Израиля или наеме, но потом обворачивается и уходит своим языческим богам. Знаете, Орпа потом зачала и родила Голиафа. И поэтому в последние дни большая разделяющая линия в христианство будет церковь Руфи, которая работает с Израилем, любит Израиля, приводит и мессию, и церковь, или пробужденная церковь, Вок, которая возвращается к языческим богам и производит Голиафа. И поэтому в последние дни будет столкновение между церковью Давида и церковью Голиафа. И то, что будет разделять это, то поддерживаем ли мы Израиль или нет. Встанем. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, просим, хотим, чтобы Слово Твое проникло в наше сердце, чтобы мы понимали, насколько важно стоять с народом израильским и за всем, что они делают. Господи, покрой их своей любовью, и мы благодарим Тебя, чтобы мы можем провозглашать свет Торы всем нациям, и мы просим, чтобы за тех, которые имеют сердце, и исполнять воли Твои, чтобы они сели семена через жертвоприношение или финансовую поддержку этого служения, чтобы мы могли говорить всем по всему миру, насколько велик Ты. Вместе благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной. Ты благословил нас Торой истиной. Ты благословил нас всем советом Твоего живого слова. Через силу Духа Святого, через законченную работу Мессия Иешуа. Ты один посадил среди нас жизнь вечную. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Вы можете идти на перерыв. Мы не можем дожидаться того момента, когда Ты возвратишь всех домой, особенно тех, которые взяли в плен. Мы хотим молиться о нации Израиля, чтобы Ты был с ними в это время, потому что они дети Твои. Мы хотим молиться о всех их политических лидерах, лидеров религии, армии, чтобы они возвратили сердца Ваши актори, Ты любишь их так сильно. Мы хотим молиться о всех нациях и тех, которые смотрят нас в прямом эфире. Пожалуйста, молитесь о Вашей нации, лидеры армии, лидеры религии. Каждая нация, которая смотрит нас, мы хотим, чтобы была реформация и пробуждение. И поэтому мы просим, чтобы Ты привел все языческие народы к себе, а также к народу израильскому. Мы хотим молиться о всех тех, которые имеют финансовые нужды в это время. Господь, чтобы Ты открыл врата неба, потому что есть те, которые бездомны, не имеют работы или еды даже на столе. И если возможно, если нужно, используй нас, чтобы мы исполняли, восполняли их нужды. Те, которые среди нас болеют в хоспиталях, имеют недуги, Господь, даже те, которые имеют эмоциональные проблемы, умственные проблемы. Все то, чем болеет. Ты тот, который исцеляет нас от наших заболеваний. Во имя Ишио мы благодарим Тебя. Аминь. Вы можете занимать ваши места. Некоторые моменты. Очень интересно мне всегда смотреть, кто, сколько людей смотрят нас в прямом эфире. Этим утром у нас есть люди, которые смотрят прямо сейчас из Джамейка, Кроэйша, Австралия, Ирак, Нидерланды, Канада, Кеймен-Айлендс, Филиппины, Индия, Корея, Нигерия, Челли, Израиль, Барбейтос, Великобритания и Шкотландия. А также у нас есть... Почти каждый штат смотрит нас в Соединенных Штатах Америки. Также я бы хотел немножко провести интервью нашего гостя Гал. Пожалуйста, пройди вперед. Давайте поприветствуем Гала. Мы очень рады, что он с нами сегодня. Сегодня он пережил атаку, которая произошла 7 октября. Он был в Кабуте, где всех убивали, когда происходил фестиваль возле его Кабута. И поэтому он будет говорить немножко о том, что произошло с ним, с его семьей, и как они выжили. Очень рады, что он здесь. А также его кухон Шошана. Вот она. Все поприветствуйте ее, пожалуйста. Она та, которая начала эту организацию нон-профит, которая названа Лица 7 октября. И после того, как Гал скажет, она выйдет и тоже немножко объяснит нам об этой организации. Итак, есть кто-то, который это пережил. Даже сейчас люди говорят, что многие из этого не произошло. Можете ли вы это поверить? Пожалуйста. Мы хотим поприветствовать Гал. Пожалуйста. Спасибо. Можете ли вы меня слышать? Сперва я хотел бы поблагодарить всех, которые пришли сегодня, чтобы послушать и остались, чтобы услышать, что я говорю. Благодарю также тем зрителям по миру и по всему миру, как пастырь говорил. Хотел бы также поблагодарить Шушану и организацию Лица 7 октября, а не те, которые смогли были сделать это возможно, чтобы я был здесь. Поэтому спасибо всем вам. Итак, в Израиле 7 октября, это утро субботня, мы праздновали Сим Хаторра, это еврейский праздник. И это все началось именно тогда. Что я хочу, чтобы вы увидели, это является карта Газы. 7 октября больше, чем 3000 террористов перешло из Газы в Израиль нелегально. И то, что вы видите здесь, это те кибуцы. Кибуц, вообще, если вы не знаете, что это такое, это слово, это маленькое социальное общество или село, где популяция между от 500 до 1000 людей. Я хочу, чтобы то, что вы увидите на карте 7 октября, они перешли через границу, они перешли всех этих мест, где были воины в Газе, и 50% солдат пришли, знали, что 50% солдат пришли назад, поехали назад домой, чтобы праздновать праздник. Что я хочу, чтобы вы увидели? И что... Какой-то звук, извиняюсь. Есть... Они вошли... Они перешли все базы армии, и также в кибуцах, которые обозначены здесь, там не было полиции, там не было солдат вообще. И... были только... люди... простые... гражданское население было. И вот где мой кибуц, Иим, не Рим, это как раз между... того места Газы, и после того, как террористы захватили несколько людей... извините, террористов. Ихний план быть... захватить все кибуцы, и потом входить в большие города. И... и это очень... важное место, где армия хотела проходить... проводить много помощи, и Хамас знал это. И вот почему они пришли в Рим, и вот почему у нас была такая большая война возле этого кибуца Рим. Это важное было место очень. И я и моя семья перешли в кибуц первого октября, и поэтому перед тем, как вы думаете, что... это израильский парень, который приехал в кибуц, и даже неделю не пробил, перед тем, как этот террористический момент произошел. И вот это место на нашем... это... то, что написано в нашем... на нашем доме, о моей семье, как бы приветствуем в семью Кохен, а сверху, если вы заметили, там место... отверстие от пули. И потом, 7 октября, мы услышали очень много Сирона, очень много наших противо... ну, как бы... очень много ракет, как бы, которые против других ракет в аренду. И в нашем апартменте есть место, которое мы называем безопасной комнатой, и это должно... она должна сохранять вас от ракеты, если ракета упадет близко возле вас. Это было 6.30 часов утра, и я сказал своей... своей жене, мы входим в эту комнату. Эта комната просто состоит из стен и окон, которые больше... чуть-чуть потольше, но, конечно, мы не могли уйти, потому что очень много сирен происходило, очень много... осень сирен, которые говорили о ракете. Итак, в 7.30 часов утра человек из нашего кибуца, и вообще в кибуце каждый... есть один человек, который главный, если вдруг какое-то будет ЧП, и это он был такой человек, его имя было Надай, и он сказал, слушай, что происходит? Я говорю две вещи. Первое. Там, где нужно... И первая проблема, я сказал, что у нас не было вентиляции в нашей этой безопасной комнате, а второе, что не было покрытия, крышки, поэтому, если начнется какой-то огонь, чтобы он не вошел в наш дом. Но потом... Второе, я сказал, я хочу уехать в более безопасное место. Надав сказал, это невозможно. Он сказал, вы слышите стрельбу на улице? Вначале, я думал, что все эти... Эта стрельба, это была израильская IDF, армия, которая хочет... которая стреляет на нас. Но Надав сказал, нет, это вообще-то террористы, которые пришли в Израиль, и сейчас большая стрельба прямо... прямо возле нашего кибуца, и очень небезопасно. Сейчас нам нужно оставаться в этой безопасной комнате. Чтобы быть честным, это был первый раз, когда моя жизнь была спасена, потому что после того, как мы ушли из кибуца, я увидел, сколько много было машин, которые были в огне, и я знал, что 100% мы бы умерли, если бы мы убежали из кибуца, потому что террористы контролировали работу, извиняюсь, контролировали дорогу, которая ишла из нашего кибуца, поэтому не было безопасного выхода. Это было первое место, когда моя жизнь была спасена. Итак, этот человек, который хотел убежать из Хамаса, это в 7.54, это было утро, он хотел войти в кибуцу, и он не знал никого из кибуца, и поэтому не открыли, потому что, или, и поэтому он хочет теперь уехать. А теперь, вы видите, Хамас едет. Каждый из них имеет 12 или 15 террористов, и это для этого человека было слишком поздно, конечно. Они его убили, вы видите, сколько людей, вы видите, что некоторые из них продолжали ехать. И одна причина была, только одна причина, и вот теперь они входят в кибуц, и они были полностью, у них были противотанковые ракеты, системы, они, у них, у них были, у них были специальные кровати, у них было много обмундирований, у них были автоматы калашниковые, они забрали этого человека машину, с собой, они были ракеты RPG, и у нас только было 6 людей с М-16, и у нас не было танков, и поэтому они могли, вообще план для этих ракет, которые, систем, которых у них было, это чтобы уничтожать дома с гражданским населением. Если вы видите сверху очень много траков, все из них должны были войти в этот кибуц, почему они не входили, потому что было два фестиваля музыки, которые были возле нас, и поэтому люди хотели убежать, фестиваль нового, и также хотели уехать из кибуца, и эти люди, они просто ждали на дороге, и для них это было просто как бы расстреливать уток в поле, люди просто приходили к ним. Очень легко было убивать, я не знаю, если вы видели, в СМИ фотографии, сколько машин было подожжено, и вот где это происходило, если вы не видели, зайдите на Google, и вы видите, сколько машин там было, и поэтому они просто стояли на улице, они хотели войти в кибуц, я всегда говорю, что я чувствую, я чувствую, что, ну, печально, потому что некоторые люди из-за моей жизни были спасены, потому что кого-то жизнь не была спасена, и эти люди хотели войти в кибуц, но они остались там на дороге, вот, это наши, это наши заводы, они просто вошли в кибуц, и теперь они смотрят, высматривают гражданское население, ни одного солдата, ни одного солдата, вот, вот этого человека, система РПГ, антитанковая, наверное, и он просто хочет взрывать дома и машины, и теперь они просто проходят и смотрят, кого убивать и похищать. Следующие, итак, это первые люди, которые были с кибуца, видите, они их забирают, это начало, это уже 8.14 утра, после того, как они вошли в кибуц, они в 8 часов и в 14 минут они захватили первых пленников, можно сказать, и это все как началось. Хочу вам показать, как это выглядит сверху наше кибуц, Раим, как вы видите, сверху, это главный вход в кибуц, и дорога сверху, конечно, это та дорога, где все машины пожженные, и если вы знаете, израильская армия хотела привезти помощь именно с той дорогой, именно на этом перекрестке, очень большая там была битва, все знали, насколько важна была эта дорога, они вошли в кибуц, сверху, пришли через эту дорогу, у них были фотографии, у них были карты нашего кибуца, они планировали это годами, это не было просто то, что они придумали на месте, и они пришли на эту парковку, и именно здесь мой дом, 200 метров, извиняюсь, 200 фитов от этого, этой паркинлоки, где они хотели обустроить свою базу, и 20-30 мужчин, которые имели воду, еду, и куда приводили всех пораненых, чтобы положить их там, именно там был командир, также, после я уехал, мы, я уехал из кибуца, я говорил с одного человека из охраны, он говорит, я говорю, как все произошло, он говорит, его дом был вот здесь, его имя Асав, и Асав сказал, я открыл свою дверь, и я увидел 10 террористов, как 10 террористов лежат, и они расстреливают гражданское население из автоматами, и поэтому они лежали спиной кибуца, и убивали этих людей, и поэтому этот человек начал стрелять в них в спину, и они даже не могли это понять, что кто-то стрелял из кибуца, именно так все началось. Теперь это моя семья, это я и моя жена, мои двойнята, и потом Яна Катана Катан. И в 8.15 мы начали мы получили месседж в ватсапе нашего кибуца, что кого-то убили, дверь, я знал этого человека, был хорошей его прошлой жены, и мы жили где-то 100 метров друг от друга. И в тот момент я знал уже, что они были в кибуце, я знал, что происходит, что они идут из дома в дом, и они очищают, можно сказать, дома от гражданского населения. Я начал считать минут, когда они придут к мой дом, я продолжал слышать, как они стреляли ближе ко мне, и это было, можно было слышать систему, вначале граната бросалась, потом выстрелы из автомата Калашникова, и потом тишина, и вот они так и шли, чистили дома от гражданского населения, я просто ждал. Я начал считать минуты, пока они придут и убьют меня, я знал, что сто процентов меня убьют, я просто думал, так нечестно для детей, это не их время, они еще сильно молодые, и поэтому я продолжал слышать, как эта стрельба приближалась ко мне, и наконец-то они пришли, и они были в моем доме, я начал слышать эти разряды, они начали попадать по нашему дому, и я был в один из самых лучших войсках еврейских воин, но когда дети с тобой, ты не можешь даже представить, я не мог представить, насколько я, что я чувствовал тогда, это было другое, я боялся, и я помню, что я сказал себе, что от него, только, от этого момента, только о них, они были возле моего дома, как я говорил, даже в нашем и могли просто кинуть в нашу комнату безопасности и нас, я знал, что я убью, и я сто процентов знал, что я умру, и поэтому для меня это было нормально, я знал, что если гранату кинуть через эту дырку, о которой я вам говорил раньше, что я прыгну на нее, сто процентов я умру, но может быть я спасу моих детей, мою жену и моих детей, я ждал, чтобы увидеть эту гранату, и они начали обстреливать наш дом, наши дети начали кричать, как вы можете представить, вы бы также боялись, мы моя жена, мы боялись, я уже думал просто падать, а моя жена сказала, нужно ободрить детей, я пил воду, и мне стало лучше, но мы все боялись, и дети начали кричать, мы слышали, как арабы кричат на улице, и мы слышали, как разряды шли по нашим стенам, дети начали кричать, и мы должны были объяснить им, что им нужно быть тихонько вести, потому что они покажут, что есть люди в доме, поэтому нужно быть тихим, двойнято это поняли, и они были, но маленький Иоаннафан, он боялся, ему даже три годика не было, седьмого октября, и он продолжал кричать, и моя жена, и моя жена, его держала его рот закрытым, она закрыла его рот своей рукой, и что вам нужно понять, что мы следующее поколение тех, которые пережили холокост, и у нас есть история о женщинах, которая должна была убить своего ребенка, чтобы он не показал, что они в доме, потому что были нацисты вне дома, и как бы она должна была его задушить, и моя начала плакать, она сказала, что она не может это делать, и я пошел туда, и я должен был поставить свою руку на его рот, и это было так, каждые 10-15 минут я его руку снимал, чтобы он мог дышать, и потом опять я ставил руку, и несколько минут я так делал, пока он наконец-то не успокоился. Наконец-то они пришли, они захотели открыть нашу дверь, я знаю, если они войдут в дом, я выйду из этой комнаты, я думал, если я выйду из этой комнаты безопасности, может быть, они убьют меня, или похитят меня, но может, так я могу спасать своих детей, своих детей, и свою жену. Мы знаем, что это нехорошо не работало для семьи бабис из Кибуц Нервоза. Отец вышел с своей комнаты безопасности, его похитили, потом похитили, возвратились, похитили два ребенка и его жену, и они еще там. Но вот, что я подумал, и поэтому хотели открыть дверь, можете представить все то, что оперирует, то, что между тобой и Ангелом Смерти, это просто деревянная дверь, и можно ее просто было разломать через ударом ногой, начали стрелять через дверь, и может, они думали, что мы будем бояться, и мы выйдем из комнаты, и мы придем к ним, и вот так они нас или убьют нас, или похитят нас. И наконец-то они ушли, и они перешли к другам, к дому друга, Бен забыл закрыть дверь утром, и поэтому они вошли, и они кинули гранату в living room, и эта граната не взорвалась. И вот почему они не вошли в его, они боялись свою же гранату, и они не вошли в тот дом, и это спасло жизнь Бена и его семьи. И это было вот так до 2 30 дня, и только тогда пришла армия, и тогда была большая война в нашем кибуце. Как я знаю, я не могу, я мог, я знаю разряды Калашникова и М-16, и я начал слышать, как стреляли автоматы М-16. И в тот момент, до того момента, я очень переживал, потом я понял, что террористы, вместо того, чтобы убивать гражданское население, которые хотят защищать себя, они будут защищать себя от армии. И много-много часов это длилось, и в 6 часов вечера, после 12 часов, армия пришла в мой дом, они начали двигаться от дома в дом, чтобы проверить, вызвали меня из комнаты безопасности, сказали, что все хорошо, и потом перешли в дом Бена, и захотели вывести Бена, но Бен не хотел, и поэтому меня позвали, и после 10 минут, после того, как я сказал, чтобы Бен вышел из комнаты безопасности, он наконец-то вышел, и я сказал, Бен, почему ты не хотел выходить, когда мы тебя призывали, он сказал, увидел фильм в другом кибуте, они взяли одного из пленников, они поставили пистолет ему в голову, и сказали, теперь иди и вызывай всех своих гостей, всех друзей, извиняюсь, из их комнат безопасности, и потом террористы их убивали, и Бен думал, что то же самое произошло со мной, что приставили к виску моему пистолет, и вот почему он оставался в своей комнате, и он думал, что меня уже похитили, и так мы находились в своей комнате до 11, хотя террористы, хотя армия уже сказала, что наш дом безопасный, в Кибути была война, до 11 часов вечера, в 11 часов вечера, как я говорил уже раньше, наша комната уже не была безопасна, там была дыра, много пуль было, прошлось по нашей комнате, и перешли с другой комнаты, и под стрельбой нас привели в другую комнату, до того момента, у нас была только одна бутылка воды, у нас не было воды, мы с собой принесли чуть-чуть кракеров, и мы все наши нужды делали в маленькой мусорнице, и в 11 часов перевели нас в другой дом, с нормальной комнатой безопасности, и поэтому я говорил с одной семьей, и она сказала, они сказали, насколько они были рады, потому что их дочь была в фестивале нова, и она ушла в пятницу, потому что ей нужно было работать в субботу, мы плохо спали, потому что стрельба продолжалась в нашем кибуце, и мы проснулись всем, и уже всем утра я вышел, чтобы сделать быстренько завтрак, и вдруг два офицера с армии пришли и сказали, если возможно, чтобы мы вывели из, чтобы я вывел это и вывел и этой паре, с которой мы произошли, с которой мы были, и они были очень рады, что им так повезло, и офицеры эти два сказали, я был там, что их сына убили, когда он ехал в базу в армии, это было очень печально, конечно, неприятно, не хотелось быть там, вот моя передняя дверь, это от гранаты, видите, большая дыра, которую вы видите, вот наше окно, просто начали стрелять из или сверху до низу, или снизу до верху такой линией, они думали, что мы сдадимся, вот как выглядят наши стены в нашем доме, много пуль, одна из них ударила по холодильнику, я всегда говорю, не знаю, какая компания это, я всегда говорю, что им можно больше, за больше продавать свои холодильники, потому что они противостоят пулям, мы начали думали, давайте купим новый холодильник, но потом подумали, мы просто магнит фотографии нашей свадьбы жены, и думали, что это очень символически, и поэтому мы спрятали это место, куда попала пуля, у нас все равно есть этот холодильник, на наших стенах много пуль, и некоторые из RPG, как вы видите, когда армия пришла, им нужно было иметь какие-то знаки, чтобы общаться друг с другом, начали рисовать номера, чтобы говорить друг с другом, было много, много, много вообще солдат в кибуте, как вы видите, три пули сверху, но IDF выломала дверь, и вот как она выглядит, мы очень, очень повезло нам, что террористы не сделали то же самое, что сделала IDF, хотя они могли это сделать, вот как выглядит наш кибутс, вот машины, которые попали на в один момент террористы подумали, что они могут просто пропалить кибут, что если они смогли бы сделать достаточно большой огонь, дым из огня бы выпарил людей из комнат, в которых они находились, и было бы легче расстреловать. Как вы видите сверху противотанковая ракета или дыра, вот как выглядит как когда вот что Хамас использовал, чтобы стрелять в комнаты безопасности или безопасной комнате. Один человек был в той комнате, ему было 19 лет, и конечно, к сожалению, он умер. Снизу вы можете видеть в какой-то момент, когда армия пришла, они вошли в дома, где были прятались террористы, и много солдатов умерло, когда они входили в те дома, воюя против террористов, и поэтому армия решила, у вас есть танк брамов, а у нас меркава, и чтобы просто стрелять в дома, где были террористы, где вы увидите, это когда наши танки начали расстреливать наши же дома и апартменты, они просто сваливали, ну, полностью разрушали домы, и это было на нашей группе ватсап, и мы не могли даже представить, что танк в нашем кибуте стреляет ракеты в наши же дома, для нас это было очень странно представить даже. Как раз перед тем, как приехать в Штаты, я приехал назад в Раим впервые, чтобы заснять некоторые видео нашего кибутца, и это не было легко для меня, но я знал, насколько это важно, чтобы показать людям, насколько это выглядит в нашем кибуте. Итак, вот так оно выглядит, вот вы увидите, где танк стрелял против апартмента, и после семи месяцев все осталось вот так. Итак, я вхожу в дом, где RPG, ракета ударила по комнате, и у человека, который был внутри, у него не было шанса на выживание, когда вот такое происходило. Именно так оно выглядит. Вот еще один дом. Здесь я сделаю пазу. есть два номера, 43 и 44. Многие из фестиваля НОВА убежали из этого фестиваля, и они попробовали спрятаться в нашего кибутца, и они находили места в нашем кибуте. Во многие апартменты они входили. И здесь было два апартмента, 43 и 44. В апартменте 44 были три девочки, которые убежали из фестиваля, и эти бедные девочки их изнасиловали не два или три террориста, но группами террористов. у нас есть даже доказательства, конечно, люди, кибутца, которые жили возле них, они слышали, что они слышали, как эти девочки кричали часами, и вдруг это было все тихо. и я знаю, что те парни, которые брали фотографии тех девочек, это было ужасно фотографировать это, это происходило в апартаменте 44. Это было слишком тяжело войти в этот апартамент. В 43 апартаменте еще одно, чтобы вы увидели. Вы видите эту наклейку здесь? У нас есть израильская организация, которая наименована Зака. Это та организация, которая забирает тела. Поэтому Зака, если есть такая наклейка, это означает, что там не только тела, не каждый дом имеет такие наклейки. Когда вы имеете такие наклейки, это означает, что там не только тела, но там части тел, части тел, и они входят, чтобы искать их. Если они ставят эту фотографию, это означает, что они уже смотрели и искали там зубы, кости. А также в этом апартменте было много парней из фестиваля нового. Они хотели убежать, и они вошли в этот апартмент, но для них это они хотели воевать с террористами, и террористы просто сожгли этот апартмент с этими парнями. есть место без есть место, где не было пепела, и она не хотела стоять там, где было, где не было пепела, чтобы не стоять на людей случайно. вот еще самое древнее оливковое дерево, его спалили, и вообще спалили этот дом с людьми внутри. Одно, что осталось, это то, что было сделано из бетона или алюмина, как вы видите, даже раковина была исплавлена, и поэтому они одно хотели, а это место, комнаты безопасной, они также спалили эту комнату, хотели удостовериться, что они хорошо работают. Это большая семья, большой дом, и здесь родители, дочь и сын, человек, который берет фотографии, он хороший друг, он брал эти видео, они были там, и на WhatsApp они говорили, что этот дом поджигается, нам нужно их спасти, и поэтому комната секьюрити под обстрелами спасло эту семью, спасли эту семью, и под стрельбой шесть человек спасли эту семью через окно, это дочка на сто процентов поколеть, она только может лежать, не может даже сидеть, это было очень тяжело, но они смогли это сделать, секьюрити, команда свою жизнь в очень большую опасность поставила, чтобы спасти эту семью, и после 30 часов, 32 часа, после того, как мы убежали, мы ушли через кибуц, мы взяли эту фотографию, вещи, которые я увидел после того, как мы ушли из кибуца, было 10 или 12 трачков Хамаса, очень много разные разные патроны, которые тоже может представить, все машины поджженные, они еще горели, много тел, чтобы быть честными, я не знал, если я, если это были тела солдатов, или гражданские, или террористов, и я боялся, что эти дети мои увидят эти тела, но уезжайские будься первый раз, когда я мог наконец-то поспать, они сразу пошли спать, и я думал, что они ничего не увидели, но не увидели. Они очень хорошо вели себя, они очень зрело вели себя. я бы хотел бы лекцию свою посвятить двумя людьми. Первый это Рой. Рой, он рожден в детских штатах, и он гражданин Америки. Его семья приехала, сделала Алия в Израиль. Это был мой командир в армии, и он был первый раз, когда Рой спас мою жизнь, это было в армии, когда я служил. Второй раз, когда он услышал, что большая война, он в севере живет, он все оставил, и три солдата с собой принес или взял, и поэтому они вошли, он и еще три солдата, и очень сильно воевали против террористов. После какого-то времени Рой был возле этой комнаты, и один из террористов, он убежал, и семь пуль стрелял в часть в сторону Рой ударил по дереву, а одно на пуля прошло в ему сердце, у него было очень большое сердце, не было тяжело найти его сердце, потому что оно было такое большое, и поэтому я хочу посвятить это ему. Второе это Шоли, Шоли это кузин моего кузин моей жены, и Шоли он уже вышел из армии, но он хотел воевать за свой народ, за свою нацию, и поэтому в Ханукка, Ханукка это еще один еврейский праздник, поэтому он приехал назад домой, и потом я и моя семья поехали, были там, и мы говорили Шоли, Шоли говорил, что каждый раз, когда он чувствует печальным или он в плохом настроении, он думает о мне, о моей жене, и это то, что дает ему силу идти дальше. И поэтому он знает, что есть причина, что есть там, чтобы охранять нас буквально, свою семью. И никто другой не знает, он знает, почему это нужно делать. И поэтому мы говорили, часть, и потом я своей семьи, мы уехали, он их обнял, моих детей, и сказал, пока, и я его также обнял, и потом я сказал, Шаулли, пожалуйста, не будь героем, наши герои в Израиле только на кладбищах, не будь там, мы нуждаемся в тебе здесь с нами, будь осторожен. и он сказал, что ему не нужно пика... Потом был большой взрыв, дом упал на них, Хамас их поставил в капкан, и Шаулли умер там. Шаулли также герой. И Шаулли хотел быть певец, и поэтому он был в нашем реалити-шоу, это как американский айдол здесь, в Соединенных Штатах. и Шаулли из Газы вышел для первой действии, и он прошел первый этап, и потом его вызвали из Газы на вторую, и он сказал, нет, сейчас не время, я не буду очень... Для меня сейчас более важно воевать здесь, для моей страны, и за мой народ, и поэтому он не пошел на второй этап этой программы пения. Его семья, когда мы вышли из Кибуца, его семья очень нам помогла. и вот моя семья и я сейчас. Я взял эту фотографию прошлую Пасху. Это месяц назад. для меня тяжело чтобы улыбаться. Я не позитивный такой человек, который я раньше был. Я думаю, самое главное, что мои дети будут улыбаться и от этого момента только о них. Главное, чтобы они улыбались. я тоже радуюсь. Это моя лекция. Если кто из вас хочет взять что-то от того, что вы видели, это много значит для меня. Я боюсь, что люди забудут 7 октября. Я боюсь, что люди забудут что и моя семья должны были пережить 32 часа. Вот почему я здесь. И вот почему я делаю это. Спасибо за всем тем, которые дома. Я благодарен вам. Шушана теперь скажет несколько слов о организации, которая привела меня сюда. И потом мы можем делать вопросы и ответы. Последнее, что я хочу сказать. Вы последняя моя лекция здесь в Штатах. Я теперь буду ехать назад домой к моим детям. спасибо всем вам. Спасибо. Спасибо очень. Какая сильная у него есть, чтобы проходить этот день каждый день для нас и для мира, чтобы никто не забыл, что произошло в тот день. Как говорил Ганн, меня зовут Шашана. Я один из людей, который сделал эту организацию нон-профит, которая приводит Галл и других, те, которые прожили то, что произошло 7 октября по всему миру. для нас это маленькая организация, которая началась две недели после 7 октября. Это я начал с моей подружкой. Мы чувствовали, что неправильно объясняли это убийство через СМИ. Мы хотели создать мост между миром и того, что произошло там. И для нас это очень сильно чувствовало очень очень и в эти дни это даже более надобно, чтобы люди знали это. И поэтому 6 месяцев мы были более 200 разных мест, более 80, по-моему, из них были в Кэмпусе колледжа, если вы хотите соединиться с нами или поддержать нас, или чтобы один из этих людей были с вами. мы хотим как больше выживших прийти как можно большими, но у нас маленькая организация, мы хотели публичными средними школами и организациями, которые не могут спонсировать нас, и поэтому мы нуждаемся с помощью. есть веб-сайт, а также QR-код, вы можете сделать донат, поддержать нас там, благодарим, что вы поддерживаете нас, это очень сильное такое переживание, видеть, сколько поддержки есть из разных обществ, в то время, когда кажется, большинство мир не поддерживает, очень приятно быть с Галом, которые многие общества, которые были с нами. Спасибо Марку и всем тем, которые были очень, ну, очень поддерживали, и также Галу за его силу. Спасибо. Я очень поощряю, чтобы все те, которые проходили, ну, здесь, в Штатах, чтобы приглашали вот тех, которые прожили 7 октября. Это для них хорошо, потому что они видят, что у них есть поддержка, они видят, сколько людей, сколько людей говорили тебе, чтобы не, чтобы ты не приезжал сюда. Видите, ситуация такова сейчас в Израиле, то, что люди получают в СМИ, то, что вы получаете в СМИ, и люди, они говорят мне, что я просто теряю свое время, чтобы приходить сюда и чтобы показать ситуацию и конфликт, и я сказал, это не так. И я приехал в Соединенные Штаты, и я встретил очень много прекрасных людей в еврейских комьюнити, и многие могут сказать вам, что я очень рад вами людьми, вы даете мне силу идти дальше, и поэтому я встречал таких прекрасных людей по всему Соединенных Штатах, спасибо за это. Есть ли вопросы у кого-либо? Сейчас время, если есть у кого-то вопросы. Вам помогают государства, где вы живете, или да, я и моя семья, мы переехали из Кибуца в Эл-Ад, это южный туристический город в Израиле, мы там оставались в отеле где-то два месяца, и потом это было очень тяжело, хорошо звучит, но это не так хорошо, потому что вы даже не можете аргументировать с вашей женой, потому что вся отель услышит, и вся Кибуц переехала в Тел-Авив, и моя жена работает как косметики в другого Кибуца, и они нашли, что там была вакансия в апартменте, и поэтому мы ехали в этот апартмент, мы думали, что там будет лучше для нас, есть такая песня, что слава Богу, я из как бы села, и поэтому я вообще чувствую себя более дома в селе, и поэтому та семья, которая раньше жила, теперь они хотят войти, приехать назад, и поэтому в июле нам нужно эвакуировать этот апартмент, что происходит, что в начале войны мы думали, что мы можем приехать назад в Раим где-то в сентябре 24-го года, потом сказали 25-го года января, теперь мы думаем в Раим только в сентябре 25-го года, а до того момента мы в своей же стране мы беженцы, и если честно, я не знаю куда мы будем переезжать в июле, если у вас есть комната для 5 людей, я смеюсь об этом, может быть в вашем доме есть комната, но я не знаю через полтора месяца куда мы приедем, государство, государство находят нам кибуц и отели, и конечно, мы должны все приходить к психологам, и поэтому нам помогают с этим, дают нам. и то, что нам дают, это будет приходить, это будет нам помогать приходить к психологу все оставшиеся в нашей жизни. Я знаю, что кибуц это место, где многие люди живут и растут вещи в большом селе. Как вы, ваша семья, как ваша семья сейчас переживает то, что происходит 7 октября? Не знаю, если я могу подать. жить в кибуце, быть частью комьюнити. Я вижу вашу прекрасную комьюнити здесь. Быть частью комьюнити очень важный. Поэтому это тяжело. Мы думали, что мы будем жить в кибуце, будем частью к... Я вижу ваше прекрасное общество. Очень важно быть частью общества. И конечно тяжело не быть частью. Но Но, знаете, мы проверяем, какой будет лучший ответ нашей семье, и то, что мы приняли решение, это то, что для нас показалось самым лучшим, лучшей опцией. Это не вопрос. Я хочу поблагодарить тебя за ту силу, что ты говоришь свои свидетельства. Ты заставил нас плакать. Пусть Бог продолжает быть с тобой. И Бог будет заботиться о вашей семье. Продолжай делать то, что ты делаешь. Я не думаю, что ты никогда не будешь отдавать свои свидетельства. Я знаю, продолжай, брат. Я думаю, что мой Бог пошлет меня сюда, не знаю, если моя жена отпустит меня. Хорошо, давайте встанем. И мы будем молиться. Точно так, как Господь сказал Моисею сказать Аарону, не только он хочет благословить свой народ, но хочет свои имена, свое имя поставить на них. Вот что он заповедал говорить. Да, благослови тебя, Господь, сохрани тебя. Да, призрит на тебя, Господь, светлым лицем своими, помилуй тебя. Да, обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. В это прекрасное имя Айя Ашер Айя. Аминь. Я увижу вас в следующей неделе. Вы можете подойти к нашему гостю и поговорить. Он любит говорить с людьми. Шаббат шалом. Благословений. Субтитры подогнал Симонасюда. Продолжение следует...